здравствуй дорогой друг представляет вам вниманию трещотки кэл фиш от разных производителей трещотка имитирует срывание водорослей разгрызания панциря мидии краба в общем кормление рифовой рыбы в нашем черном море приманивает таких рыб как горбы ласки каракос кукушка каменный окунь помогает подманить для себя помощников наших ласточек уже неоднократно замечено что и работает эффективно на кефаль лобана тоже она не пугает лобан тоже охотно приходит посмотреть что за треск что за рыба кормится соответственно пока кормится мелкая рыба к ней может прийти крупная рыба такие как луфарь и так далее сама трещотка разделим наш блок на три части старые трещотки трещотки нового поколения и крепление функционал трещоток значит рассмотрим трещотки старого поколения трещотки старого поколения имеют кольцо фиксирующее бывает кольцо прокручивается по своей оси такие как на о мире производства или других производителей которых можно найти на алиэкспрессе вот данная трещотка старого образца производителя сергея из топс и какие нюансы были с этой трещоткой во первых она крутилась в одну сторону во вторую сторону прокрутить ее было невозможно была оснащена кольцом кольцо одевалось на палец вот таким вот образом для того чтобы можно было работать данной трещоткой когда трещотка не нужна она разворачивалась перстнем вверх и соответственно не мешала достаточно громоздкая конструкция неудобства левша-правша потому что крутилась только в одну сторону обычно привычно крутить на себя когда это левша ему надо крутить от себя что немножко доставляет дискомфорт левше хотелось бы чтоб на себя вот на данном старом девайсе он прошел уже сезон охоты видео нужно проволочки скреплен здесь стояли оцинкованные болтики они к сожалению коррозировали и трещотка получила вот такой вид то есть все это повысыпалась пришлось ее подматывать можно было бы найти другие болтики но мы решили эту проблему в новом сезоне порядок второй старых трещоток то есть был вот такой то есть с колечком без кольца на палец соответственно вот было вот таких два вида они были раздельные приобреталась либо тот либо тот вид данная трещотка крепилась вот таким вот образом бралась шляпная резинка круглая завязывалась продевалась сюда рука и она болталась на вашем снаряжении выберем данные два вида с обзора так как мы их уже рассмотрели немаловажный факт по старым трещоткам до такого образца которые крутились в одну сторону у них стоял лепесток с одной стороны лепесток был напечатан на 3d принтере и он выдерживал очень мало охот сергей комплектовал в свою очередь данные трещотки лепестками на запасными вот у меня за сезон ушло таких три лепестка сломалась поставить лепесток быстро не не было возможности то есть надо было заказывать новый лепесток или городить какой-то колхоз я считаю это было неудобно поэтому сергей пошел навстречу и сделал новый девайс про который сейчас расскажу рассмотрим трещотки нового поколения вот я вам показываю еще раз старого поколения вот трещотка нового поколения как видим практически ничего визуально не изменилось но здесь ряд очень интересных решений доработок первое уберу старую трещотку сторону пока первое были установлены нержавеющие болтики соответственно убрана вероятность то что они коррозируют второе колесо получила более яркие выраженные лопасти они стали больше не стали острее соскок с данной трещотки стал нам более более мощный далее трещотка стала разборной можно открутить данные болтики снять кольцо она вот так выглядит по отдельности и поставить планку под одиночный держатель вот сюда у нас получается вот такая вот трещотка и еще одно новшество были добавлены дырочки в корпусе для продевания хомутика либо шляпной резинки далее покажу для чего значит плюс этой трещотки как я сказал уже она получила нержавеющие болты дополнительные панели которые не удорожали ее и она лишилась того самого язычка который ломался теперь язычок здесь стоит который можно грубо говоря с каждой мусорки поставить пластиковая карта кусочек карбоновой удочки как кусочек просто удочки какая-то жестяная банка и так далее все это будет трещать создавая разные тональности вы можете поиграть с тонами данной трещотки очень большой плюс трещотка стала отвечать в обе стороны как мы слышим тональность треска разная это тоже стало очень интересно поэтому функционал данной трещотки увеличился далее представляю новинку этого сезона также как и сергеем это трещотка владимира николаевича никланник бренд так будем говорить это тоже трещотка двухсторонние вот так как можно сравнить если так смотреть в ракурсе то они практически одинакового размера здесь мы видим что сергея трещотка потолще владимира николаевича трещотка поуже владник трещотка плавучая она плавает сергея трещотка падает на дно есть плюсы и минусы плюс какой у владника то что она не отягощает ни руку не ружьё то есть она не чувствительна воде да эта трещотка немножко весома при потере при разрыве резинки либо хомута данная резина данная трещотка всплывет это ее является минусом и она плывет по волнам сергея трещотка упадет на дно и вы ее найдете по функционалу обе они трещат в обе стороны на обоих на них сменные лепестки которые можно заменить очень легко что понравилось решением у владимира николаевича это то что нет никаких болтиков то есть трещотка разбирается одним движением руки вы можете просто взять поставить другой лепесток также собрать все это быстро не нужно никаких ключей инструментов у сергея есть болтики соответственно нужен инструмент просто так вы их не выкрутите работают что-то это в обе стороны как я сказал теперь я расскажу вам по функционалу уберем старую трещотку новая трещотка с кольцом кольцо регулируется болтиком под любую перчатку под ресивер то есть данное кольцо можно одеть на ресивер пеленгаса он будет в этом месте вы сможете левой рукой вот таким вот образом дотягиваться и трещать данной трещоткой удобство ее именно на пальцы как мне понравилось то есть у вас жесткое кольцо вот так у вас зафиксирована трещотка вы их потрещали убрали держитесь за камни при болтанке если то есть рыбу или еще что-то вам не мешает как бы трещотка снимать у вас все функционально все пальцы двигаются когда трещотка вам не нужно и разворачиваете просто перстнем вверх и точно так же у вас открываются голые руки она вас перстнем наверху обычно я прицепляю к ней резиночку снизу вот таким вот образом она здесь на руке у меня одета вот так когда мне она не нужна совсем я ее снял продел на руку и она на руке болтается под мышкой кому не нравится кольцо ставят соответственно вот эту планочку трещотка получает вот такой вид плюсы данного вида трещотки и и маленькие габариты соответственно на палец вы ее уже не оденете обычно она вешается на резинку вот таким вот образом одевается на руку и болтается на ней когда нужно убираете когда не нужно net у меня она болтается у вас под запястьем когда нужно поработать выберете я руку работали отпустили работали отпустили она вас болтается подняли поработали подняли поработать плюсы такой конструкции она имеет два отверстия сюда можно поставить пластиковый хомутик либо круглую шляпно резинку щас покажу для чего ставили завязали вот в таком виде данная трещотка имеет свой функционал то есть отделе и на палец все вот она на пальцы перевернули на пальцы перевернули она крутится надо потрещать потрещали отпустили потрещали то есть пластиковое кольцо вот это громоздкой многим не нравилось что она мешает она перестала мешать в таком варианте 2 большой плюс такого расположения отверстия на трещотке вот таким образом она выглядит берем любое ружье сейчас это каленгаз надеваем сюда на ручку видим на что происходит берем его в руку и трещим стреляем понятно да то есть ты щетка воздерживаться на никуда не потеряется она очень мягко работает в перчатках это все проверено также можно расположить ее на ресивере сзади там спереди у кого какое ружье да то есть вот таким вот образом так уже потрещать не сможете она будет выгибаться но держите ружье нацелили второй рукой левой потрещали все она вам не мешает пальцы у вас руки свободные потрещали все на надо развернули не надо развернули сюда понятно да что дает нам резиночка раз будем разговаривать далее о трещотках вланник будем показывать на примере ружья вланник ружье как раз таки по сравнению с пеленгасом задняя рука я стильным расположением рукояти покажу на трещотке сергея совинка точно так же надеваем на рукоять она у вас под пальцем убираем ее берем трещотку вланник щетка вланник очень удобно использовать хомутом вставляете хомутик в отверстие хомут как мы знаем регулируется под любой объем застегнули его одели на палец работаете трещоткой не нужно повернули все она у вас держится она очень легкая на плавучие вы ее не замечаете она чуть меньше по габаритам чем сергея потрещали убрали потрещали убрать вариант 2 это с той же шляпной резинкой сейчас я сниму точно так же вы берете шляпную резинку продеваете в отверстие завязываете плюс резинки очередные потому что резинка тянется практически под любой габарит она не мешает она на любую перчатку и и один раз завязал и забыл вот она колечко точно так же надели его на палец она прижата никуда не болтается никуда не пойдет потрещали не нужно убрали захотели там убрали повесили на жилет на карабин вот такой простой девайс да при этом трещотка вланник на резинке на ручку одеть можно можно трещать угол не тот немножко неудобно то есть можно так от себя точно так же вот у накрепления на рукояти верну сейчас пеленгас пеленгасе все становится намного удобнее ружья ружья имеют те которые имеют ресивер сзади вот его одели он здесь у вас находится нацелили левой рукой потрещали если не болтанки убрали потрещали убрали значит по функционалу дорогой друг что трещотки сергея вланика владимир николаевича они по функционалу можно сказать одинаковые почему снят этот обзор для того чтобы у охотников был выбор у них абсолютно одинаковая цена у них абсолютно одинаковое направление тут лишь ваш выбор что вы хотите моя задача была показать вам оба варианта ссылки я оставлю в описании ниже и на сергея и на владимира николаевича ну далее дерзайте большой вам рыбы и чистой воды